У жителей Тверской области не заканчиваются средства для перевода денег мошенникам. Несмотря на постоянное информирование, тверичане продолжают отдавать незнакомцам деньги. Как обезопасить себя, смотрите в нашем следующем материале. Звонок на телефон и незнакомец, который представляется сотрудником безопасности банка, сообщает, что деньги с карты пытаются похитить. Или еще хуже, кто-то пытается оформить кредит. Это одна из распространенных схем мошенников. Однако, несмотря на ее известность, жители Тверской области продолжают переводить деньги злоумышленникам. Если позвонивший вам сообщает о попытке мошенников оформить кредит от вашего имени, похитить деньги со счета, предлагает оформить заем, перечислить деньги на безопасный счет или установить приложение на телефон, переключает соединение якобы на сотрудника правоохранительных органов, которые требуют выполнить все инструкции, то самым эффективным действием в этой ситуации прекратить разговор. Это мошенники. По данным УМВД России, по Тверской области в этом году зарегистрировано 2292 киберпреступления, в том числе 1622 мошенничества и 670 краж с банковских счетов. По сравнению с прошлым годом, количество такого рода преступлений увеличилось почти на 17%. Примерно в каждом третьем случае звонит лжесотрудник банка и сообщает, что со счета жертвы пытаются похитить деньги либо оформить кредит. Еще примерно треть случаев – это обманы при покупке или продаже товара в интернете. Каждый десятый звонок мошенников под видом сотрудника правоохранительных органов. Поддавшись напору злоумышленника, люди могут растеряться и выполнить просьбу звонящего. В полиции постоянно напоминают, что сотрудники службы безопасности банка никогда не будут звонить клиенту. Если на счету будут проводиться подозрительные операции, карту заблокируют автоматически. И явиться в банк надо будет лично. Пожилые люди, они в этом отношении более уязвимы, эмоционально нестабильны. И, соответственно, мошенники, они очень хорошие в этом отношении психологи, они начинают воздействовать на эмоциональную сферу. Это родственники, да, возможно, помочь и так далее. Это может быть все, что связано там со сбережениями. И, соответственно, они начинают, конечно же, теряться и продолжать разговор, да, и отвечать на непосредственно какие-то вопросы. В последнее время жертвами мошенников становятся люди не только старше 60 лет, а взрослые старше 20, которые также поверили злоумышленникам. Ведь сейчас появляются все новые предлоги и методы обмана. Поэтому лучший способ обезопасить себя — это не называть никаких имен, звонящий может оказаться совсем вам не другом. Если же все же кажется, что человек знакомый, пусть и звонящий с незнакомого номера, проверьте его, задайте вопрос, ответ на который может знать только он. И третье — подключить услугу проверки номера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!